Вчера в правительстве Республики Башкортостан прошла оперативка и была она очень необычной. Как-то на второй план ушли доклады, информация, все прочее. В оперативке царил один-единственный дорогой Радзи Фаридович. Как он сам сказал, ему удалось три дня отдохнуть, полежать в больнице, ремонтировал он свое колено и после этого в нем забурлила неуемная энергия. Собственно, все интересное на оперативном совещании было заключено исключительно в заявлениях Радзи Фаридовича, которых он сделал очень много. И заявления эти были громкими, скандальными, так что досматривайте сегодняшний выпуск до конца, в нем будет очень много интересного. В первых строках дорогой Радзи Фаридович напомнил нам надвигающимся, приближающимся к нам праздники 4 ноября, дни единства и чего-то там еще. И вот в этот светлый праздник в Уфе должна открыться та самая стелла Уфа-город трудовой доблести, которую нам пожаловал Владимир Владимирович Путин и теперь Уфа будет носить такое гордое название. Так вот, к 4 ноября эта стелла должна быть закончена, воздвигнута, так поручил Хабиров. Примечательно, что конкурс на проведение этих работ, на строительство этой стеллы, закончился буквально накануне. То есть, вроде как формально, за день до вот этого заявления Хабирова, должен был быть определен подрядчик для строительства этой стеллы. Остается буквально 14-16 дней до окончания строительства. Но что мы видим на стройплощадке? На стройплощадке идут работы полным ходом. То есть, мы наблюдаем уже стандартную для Башкортостана картину, когда конкурс не проведен, подрядчик не определен и какие-то смелые и все еще безымянные люди на свой страх и риск и, судя по всему, на свои деньги начали уже вот это строительство. Ну, в переводе на русский язык это все называется обыкновенной коррупцией в том смысле, что с подрядчиком уже точно на словах, но, видимо, железобетонно договорились, что он выиграет конкурс, что он получит в конечном итоге деньги на строительство этого объекта и давай, дорогой, начинай строить, а то времени мало. Не умение проводить конкурсные процедуры в срок, как положено, заранее и хотя бы имитировать честность подходов в этих конкурсных процедурах, по-моему, уже никого в Республике Башкортостан не удивляет. Работают только договорные подрядчики. Никто другой войти в подобные вещи, видимо, не в состоянии. Далее Хабиров вернулся к своему триумфу с открытием памятника Менигалише и Муратову и 112-й кавалерийской дивизии на Советской площади. Хабиров заявил, что на установке этого памятника он останавливаться не намерен, что у него уже сформировался, как он выразился, творческий тандем со скульптором Салаватом Щербаковым. Автором этого монумента Шеймуратову. Ну и, очевидно, еще, как сказал Радий Фаритович, впереди много интересных проектов. Мне лично даже страшно предположить, сколько еще бюджетных миллиардов освоит этот творческий тандем, сколько еще неимоверных и нелепых памятников появится на улицах и площадях Уфы и городов Башкирии. Судя по всему, Радий Фаритович действительно вошел во вкус. Ему кажется, что тем самым он увековечивает себя в памяти жителей Башкортостана. Отчасти это действительно правда. Мы, наверное, никогда не забудем Хабирова, чтобы с ним дальше не приключилось. И куда бы он ни делся, мы его, наверное, запомним надолго. Останутся ли вот этими вехами в памяти вот эти его нелепые памятники и всевозможные монументы, я точно не знаю. Но глаза мозолить они нам будут еще многие годы. В этот раз решили не обсуждать героическую деятельность штаба «Единой России» по помощи мобилизованным и их семьям. Даже очень странно. Может быть, возымело действие критика в этот адрес, потому что уж очень нелепо из оперативки в оперативку в последние недели вытаскивали этого смешного начальника исполкома, который рассказывал, как они вчера накололи дров там кому-то. Не упоминая, правда, в какую сумму вылилось это все для бюджета республики. Но, в общем, в этот раз решили пока титанические действия и деяния «Единой России» пока оставить за скобками. И поговорили про COVID-19, который, впрочем, тоже, судя по заявлению нашего министра здравоохранения, отпускает нас полностью. Еще, господин Рахматуллин сообщил нам, что недельное падение заболеваемости COVID-19 по Российской Федерации составило минус 37%. Общее количество заболевших в Башкирии особенно сильно не увеличилось и составило 326 592 человека за все вот эти два с половиной года эпидемии. Количество людей в стационарах и амбулаторно лечащихся тоже неуклонно снижается. Равно как и снижается количество коек, которые выделены под этот страшный недуг. Их осталось всего 490 по всей республике, причем 25% из них свободны. Хабиров полууха выслушал доклад Рахматуллина, поблагодарил медиков-хирургов, которые оказали ему, как он выразился, очень толково помощь с коленом, который он повредил, играя в хоккей. Всего за три дня была решена достаточно сложная проблема с мениском у дорогого Раде Фаритовича. И теперь он, судя по всему, скоро забегает еще быстрее, чем раньше. В общем, ему понравилось лечиться в Башкирии. Лечился он в больнице скорой помощи. Ему там оказали толковую хирургическую помощь. Далее перешли к обсуждению ситуации на дорогах в ЖКХ и ЧАЭС. Первая выступала исполняющая обязанности министра жильщико-коммунального хозяйства Голованова Ирины Александровны. Она рассказала нам, что отключение тепла, воды, газа и прочих ресурсов в Республике Башкортостан проходит организованно, без паники, без шума. Ничего страшного, что тысячи людей периодически остаются без всех этих благ цивилизации. Но зато у нас не как в Европе. Дворников у Ирины Александровны становится все меньше и меньше. Их осталось на данный момент всего 2564 человека на всю Республику, на 16 тысяч многоквартирных домов, кстати говоря. То есть в среднем это один дворник на семь дворов. Ну вот не получается у Ирины Александровны привлечь людей к этой работе. То ли зарплату перестали платить, то ли она очень низкая. Но в общем поголовье дворников снижается. Хабиров, слушая Голованову, поинтересовался почему-то у Прочековской, есть ли жалобы на отопление. Прочековская бодренько заявила, что хоть жалобы много на отопление, но их все равно становится меньше. И, впрочем, проблематика ЖКХ все еще занимает первое место у жителей Республики Башкортостан, опережая, кстати говоря, и вопросы недовольства мобилизации. Хабиров сделал, вот после этого доклада про Чековской, сделал первое громкое заявление, которое прозвучало на этом оперативном совещании. Он высказал мнение, пожелание и, видимо, свою мольбу к небесам, о том, что зима в этом году будет в мире самой холодной. И мы-то выдержим, а мир, видимо, в скобках, должен не выдержать, пасть на колени. И вот именно этого хочет Хабиров. Ну, много, конечно, вопросов к этому заявлению. Ну, помимо того, что звучало оно просто по-людоедски и как пожелание там всевозможных бед, невзгод и гибели всему человечеству, что само по себе как-то, ну, в устах руководителя региона звучит совсем неуместно. Но есть еще и практические вопросы. Мы правда выдержим самую холодную зиму, при том, что у нас 70% износ систем отопления? А как себя будут чувствовать наши солдаты в окопах во время самой холодной зимы, которую, как бы, вот, взывает с небес Радий Фаритович? Ну, что, собственно, будет с дочерьми и внуками дорогого Радия Фаритовича, проживающих в тех самых странах НАТО, и, в общем-то, на которых он взывает, чтобы обрушились небеса и самая холодная в мире зима? Ну, тут очень сильно это все, конечно, отдает какой-то истерикой и пожеланием, чтобы у соседа корова сдохла после того, как у самого у него коровы уже не осталось. Но, повторюсь, выглядело это отвратительно. То, что губернатор, вместо того, чтобы заниматься текущими и насущными проблемами региона, вместо того, чтобы пытаться обеспечивать собственных сограждан хоть какими-то базовыми благами, он, значит, взывает к небесам, чтобы они обрушили мороз и всевозможные невзгоды на соседние государства, только потому что, ну, вот, ему кажется, что после этого мы где-то там зачем-то и почему-то победим кого-то, как-то. Ну, в общем, звучало это абсолютно нелепо. В рамках того же доклада заслушали представители Министерства транспорта и дорожного строительства. Давненько мы не видим уже на оперативках господина Булышева. Судя по всему, не отпускают его заботы, связанные с обысками в его кабинете и, возможно, даже в его жилище, то есть вот уже которую неделю вместо него выступают всевозможные замы. В этот раз тоже был зам некий Гарипов Руслан, который доложил нам о том, что количество погибших за текущий год в республике Башкортостан достигло показателя в 319 человек. За минувшую неделю 9 человек погибло в 75 дорожно-транспортных происшествиях. Также неизменно растет количество задержанных пьяных водителей. Ну, в общем, в этой информации, собственно, ничего такого особенно нового не было. Мы продолжаем беспокоиться за судьбу господина Булышева. Хотели бы знать, где он находится, арестован или просто пока его обыскивают. Ну, в общем, там в этом ведомстве очень много выявлено проблем правоохранительными органами. Хотелось бы, чтобы была какая-то логическая оконцовка вот этой всей истории и понять, остается ли у нас Булышев министром или мы ждем нового министра транспорта и дорожного строительства. Далее заслушали вице-премьера правительства Республики Башкортостан Муратова Рустама Хамитовича о перспективах сотрудничества Башкортостана и Республики Беларусь. Рустам Хамитович сообщил нам о том, что Беларусь – это стратегический партнер Республики Башкортостан, входящий в тройку ведущих партнеров даже среди регионов Российской Федерации и вообще иностранных государств. Ну, тут я бы, конечно, про тройки, двойки и пятерки не рассуждал. Количество государств, готовых сейчас сотрудничать с Российской Федерацией, собственно, можно пересчитать на пальцах одной руки. Тем не менее, Рустам Хамитович сообщил нам, что уже наметилось 70 перспективных направлений сотрудничества с Беларусью. Это строительство, в том числе многоэтажных парковок, это машиностроение, это торговля сельхозпродукцией, упаковка, нефтепереработка, металлургия, станкостроение, производство сельхозтехники, например, предприятием Гомель-Сельмаш, производство коммунальной техники, предприятие Амкадор и Минский тракторный завод, простите. Производство даже автомобилей, это Минский автомобильный завод. Удивительно для меня было узнать из уст Рустама Хамитовича, что оказывается 53% тракторного парка в Республике Башкортостан, это продукция белорусских заводов. Слушая господина Муратова, Хабиров строго указал на недопустимость снижения поставок нефти в Беларусь, заявил, что Республике Башкортостан и поставщикам не следует идти на поводу у ОПЕК, и снижать объемы поставок в Беларусь никак нельзя. Что-то там где-то на каком-то совещании господин Лукашенко указал Хабирову на необходимость поставки нефти на сумму до миллиарда американских долларов, ну, видимо, в течение года. Ну, собственно, вся вот эта история, весь доклад господина Муратова звучали грандиозно, мажорно и очень обнадеживающе, но тут есть несколько вопросов. Ну, если, собственно, так все замечательно и удачно, то вопрос у меня такой, а что мешало годика 3-4 назад, до всего вот этого вот, что сейчас натворил у нас в нашей несчастной стране Владимир Путин, что мешало тогда начать вот эту широкую волну сотрудничества и взаимодействия с этой замечательной, прекрасной Беларусью, непонятно. Напрашивается предположение о том, что и товары, и услуги, и всевозможные возможности, которые открылись у нас в сотрудничестве, они в то время тогда, когда мы имели доступ к рынкам мира, не были конкурентно способны. Не так уж чудесно Беларусь по сравнению с остальными странами, с остальными товарами, с остальными услугами, и единственным ее преимуществом и достоинством на данный момент, предполагаю я, является то, что она хочет и согласна с нами сотрудничать. Собственно, выбора у картофельного фюрера Лукашенко особого нет, в том смысле, что никто в мире-то тоже не хочет работать с Беларусью. И вот, как говорится, встретились два одиночества. Но это всего лишь пока мои предположения, хотя они основаны на многих действительно убеждениях и уверенностях, на многих фактах. Беларусь, как ни крути, отсталая, архаичная страна, многие годы находившаяся под санкциями, лишенная многих технологических возможностей, и вырасти до совершенной экономики, каковой нам сейчас пытаются ее представить, она, конечно, никак не могла. Так что, как говорится, в отсутствии гербовой пишем на простой. Далее на свет божий был явлен министр экологии и природных ресурсов Фазылов Нияс Мансурович с докладом о ходе реформы системы обращения твердобытовых отходов. Нияс Мансурович сообщил нам, что вывозом мусора охвачены 100% жителей республики Башкортостан, и ежемесячно жители этого самого Башкортостана платят примерно 400 миллионов рублей за вывоз вот этого самого мусора. Плюс еще существенную сумму, сопоставимую сумму платят предприятия за вывоз их мусора, то есть годовой оборот сферы обращения твердобытовых отходов составляет примерно 10 миллиардов рублей. Это существенная сумма. Около 200 миллиардов рублей еще дополнительно субсидируется государством в экономику предприятий, которые занимаются вывозом и переработкой мусора. При этом раздельный сбор мусора в республике Башкортостан, по словам господина Фазылова, составил только 10%. Всего лишь 423 мусоровоза курсируют по дорогам республики Башкортостан, вывозя 1 миллион 121 тысячу тонн мусора за год. При этом в республике действует только 25 полигонов и 3 объекта временного размещения отходов. За 4 года господин Фазылов ликвидировал 2000 незаконных свалки, при этом что еще 1000 незаконных свалок достоверно функционируют сейчас на территории республики. В общем, докладик был так себе, Хабиров тоже слушал его в полуха, резюмировал его следующим образом, дословно звучало так, «Мы тяжело вошли в эту реформу и плавно идем». Как-то так неопределенно охарактеризовал ситуацию Хабиров и напомнил Фазылову об его задаче дожать компанию «Дертюли-Мелеводстрой», чтобы в республике Башкортостан эта компания больше не работала. Не покидает дорогого Ради Фаритовича вот эта мстительная мысль, что дожать «Дертюли-Мелеводстрой» все-таки нужно. Несмотря на то, что эта компания входит в холдинг весьма могущественных и приближенных к Владимиру Путину бизнесменов, тут, конечно, Ради Фаритович все еще рискует нарваться на ответочку и, судя по всему, нарвется на нее, потому что уже год, наверное, идет эта волокита с «Дертюли-Мелеводстрой» никак эту компанию выжить не удается. В данном случае вчера Фазылов что-то промямлил о том, что прокуратура уже взялась за эту фирму, что сейчас там будет комплексная проверка, а уж потом мы, как говорится, как примем только процессуальное решение. Но, в общем, мы все это уже несколько раз слышали от Фазылова. Судя по всему, поделать он ничего реально с этой компанией не может. Да и, честно говоря, объективно непонятно, что уж на нее взъелись, то ли она там отказалась с кем-то дружить и широко улыбаться, то ли есть еще какие-то причины. Но, по сути, если резюмировать доклад господина Фазылова, то результатом четырех лет реформы обращения твердобытовых отходов в республике стало только увеличение в три раза количества мусорных контейнеров. Вот это единственное очевидное достижение. Ни одного нового полигона. Старые полигоны в безобразном, если не сказать ужасном состоянии. Особое беспокойство вызывает город Уфа. Единственный полигон, который должен был быть закрыт уже много лет назад, эксплуатируется с многочисленными вопиющими нарушениями. На это все закрываются глаза. Бесконечно покупаются эти новые пластмассовые контейнеры. Что-то мне подсказывает, что там тоже с ценой что-то не так. И, как говорится, экономика РОС здесь действует. Помним, да, что такое экономика РОС. Р-О-З. Распил, отказ и занос. Вот покупать простые вещи, вот эти контейнеры, бесконечно покупать тысячами, это, да, действительно очень простая, такая незамысловатая операция. А вот создать новый полигон, найти деньги на его организацию и начать его эксплуатировать, например, в миллионной Уфе, вот на это господина Фазылова не хватает. Мы вынуждены констатировать, что и переработка вторсырья в Башкирии не взлетела, не стартовала. Тут, конечно, фактором является то, что сейчас вторсырье очень дешевое, никому не нужно в этой стране, из которой мы даже экспортировать первичное сырье-то уже никуда не можем. И девать нам это все некуда. Ни пластик, ни прочую продукцию. Так что, видимо, перспектива у раздельного сбора мусора и переработки вторсырья весьма туманная. Мы видим нового, второго, при Хабирове, министра экологии и природопользования, который не справился с задачей по завершению реформы обращения твердобытовых отходов и теперь толчет воду в ступе. Завершили оперативное совещание и вовсе тремя инициативами Хабирова. Вообще он фонтанировал инициативами, как он сам сказал, энергии у него много, а бегать ему нельзя. Вот он решил, значит, на месте свою энергию реализовывать. Выслушав длинный и бестолковый доклад Ленеры Ивановой о социальном предпринимательстве, Хабиров выдвинул инициативу, причем адресовал ее Максиму Забелину. Он обратил внимание Максима Забелина на то, чтобы субсидии социальных предпринимателей попадали только в правильные руки, правильным предпринимателям. Хабиров заявил, что в приоритете у нас только патриотизм. И Забелин должен теперь следить за тем, чтобы этот патриотизм реализовывался, а 261 миллион рублей субсидий для социальных предпринимателей доставался только тем, кто вместе со страною. И не дай бог всяким умникам, как сказал Хабиров. Ну, вот в этом весь, Радий Фаритович. Люто ненавидящие умных людей и всяких умников, теперь ухватившиеся за вот эту соломинку патриотизма, как говорил Салтыков Щедрин, помнится, в России начинают говорить о патриотизме, когда совсем уже в конец проворуются. Далее заслушали доклад директора ООО Раев Сахар, ну, Раевского сахарного завода. Он рассказал там, как у них все замечательно, но при этом не замечательно, но замечательно, но при этом не замечательно. И Хабиров как-то с места, и вот как-то уж очень неприкрыто, значит, пролоббировал интересы этого Раев Сахара, заявив, что нам срочно нужно создать некий запас и резерв объемов сахарной продукции. Ну, может быть, потому что Раев Сахар и вообще сахарная промышленность Республики Башкортостан в этом году произведет сахара втрое больше, чем нам самим нужно. Может быть, потому что цена на сахар стремительно падает, потому что российский сахар, по сути, не продается никуда вовне. Я не знаю, в чем причина. Может быть, Хабиров решил помочь товарищам из ООО Раев Сахар и закупить по высокой цене этот сахар, пока эта цена совсем уж не упала. Не знаю. Ну, вот какое-то странное, экономически необоснованное такое указание дал Хабиров, и, суть по всему, башкирский бюджет поможет. Теперь ООО Раев Сахар завершил оперативное совещание Хабиров еще одним сенсационным и концептуальным заявлением. Очевидно, что Ради Фаридович понимает, что в ближайшие 2-3 недели количество похорон, связанных с жертвами на специальную военную операцию в Республике Башкортостан кратно увеличится. Этот вывод он наверняка мог бы сделать, хотя бы исходя из того, что количество людей, отправляемых и отправленных в зону специальную военную операцию из Республики Башкортостан выросло скачкообразно. Ну, закономерно, и количество погибших тоже увеличится. И, видимо, предполагая, что общая атмосфера в Республике будет далека от праздничной, Хабиров снова заговорил о том, что самое главное сейчас это патриотизм и мобилизация. Соответственно, он внезапно запрещает чиновникам Республики Башкортостан и намекнул на то, что и предприятиям бы тоже неплохо отказаться от подготовки к Новому году. Хабиров напрямую запретил муниципалитетам и чиновникам закупать что-либо новое к Новому году. Имеется в виду всякие украшения, всевозможные аксессуары для городов и муниципалитетов. Хабиров сказал, что пусть ремонтируют старое, нового категорически нельзя. Отдельно остановился на том, чтобы пресечь всякие праздники и увеселения и запретил приглашать всевозможных актеров на всякие концерты, банкеты и корпоративы. Но тут, как говорится, Ради Фаридович сам наступил на горло собственной песни. Мы знаем его пристрастие к этим пляскам с бубнами и всевозможным Элвином Греем, которые, видимо, истерично всхлипнули где-то вдалеке. В общем, факт остается фактом. Хабиров запрещает башкирским чиновникам и муниципалитетам готовиться к грандиозным новогодним праздникам. Он тут же, конечно, оговорился, что детишкам будет хорошо, мы не отказываемся и бла-бла-бла, но новых елок пиксельных у нас точно не будет. Кстати говоря, неплохо было бы вспомнить, чем закончилась история с теми самыми злосчастными пиксельными елками, на которые в былые времена администрация Хабирова угрохала сто с лишним миллионов рублей и ничтоже сумняшися отдала их своим друзьям из Красногорска. Ну, про это, видимо, Ради Фаридович напоминать не хочет. В общем, грядут печальные времена, и сам Хабиров это все предчувствует. Отправив такое количество людей в зону специальной военной операции, Хабиров понимает, что довольно большой процент из них вернется домой неживыми в ящиках, коробках, либо будут числиться без вести пропавшими. И вот эта атмосфера уже в ближайшее время накроет республику. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова